Связь означает, что вы не просто видите, понимаете, видение это бесполезная вещь, вот многие люди развивают видение, то есть чем они занимаются, я этим тоже занимался, мне когда было 20 лет, я визуализировал Иисуса Христа, и потом у нас была группа людей, мы все визуализировали Иисуса Христа, мы вообще удивлялись, как эти православные не могут его увидеть? Какие-то странные люди молятся, не могут его увидеть, вот пожалуйста Иисус Христос, я вижу, визуализирую, вот он уже стоит передо мной, все, увидел без проблем, вот это видение, такое вот визуализация, это просто бредовики-задейники, потому что, понимаете, чтобы увидеть Иисуса Христа, надо, чтобы он сам к тебе пришел, понимаете, видение настоящее, духовное, оно состоит из глубоких эмоций, Вот, допустим, как будет чувствовать себя человек, который увидит Иисуса Христа по-настоящему? Ну, во-первых, это счастье, которое он испытает, невозможно вам объяснить, если я, допустим, вам скажу, секс умножить на миллиард, ну, половое счастье умножено на миллиард, кому-то это что-то скажет, нет? Ну, представить можно примерно, как я буду чувствовать себя, когда я увижу Иисуса Христа, но самое большое счастье, которое я испытал в жизни, умножить на миллиард, понимаете? Когда к Сергею Радонежскому пришла Богородица, его ученик один, ну, упросил его остаться при нем в это время, и он говорит, пожалуйста, я тебя прошу, не надо, а тот захотел. Результат какой? Он не смог выдержать, его крючило, он смотрел на Богородицу, он эту энергию счастья выдержать не мог, его просто колбасило, крючило, он не знал, что с собой делать. Понимаете, страшная, тяжелая ситуация в его жизни возникла. Потому что мы должны быть готовы к тому, что мы хотим получить, реально. Просто попытайтесь понять, что даже маленький мизерный контакт со святым человеком, он полностью меняет нашу жизнь. Вот те проблемы, которые у нас как бы сейчас есть, там, не замужем, не работают, это знаете, какой мизер вообще для этой энергии святости? Это такой мизер, даже не надо об этом думать, понимаете? По факту веды говорят, что человек не должен думать о своей жизни вообще. Мы такие скупцы, ой, я не замужем, ой, Олег Геннадьевич, если вы были не женаты, вы посмотрели. Понимаете, как бы, просто попытайтесь понять эту вещь. Если вы хотя бы чуть-чуть забудете, что вы не замужем, и просто сосредоточьтесь на святом человеке, то ваша проблема решится в тысячу раз быстрее, чем вы о ней думаете сами. В тысячу раз. Даже не надо ему говорить, что вы не замужем, потому что веды объясняют, там все известно. Бог находит самый близкий друг человека, он все знает о нас, все абсолютно, не надо ему докладывать обстановку. Я не замужем. Не надо ему докладывать, он и так все знает, понимаете? Уже все известно, уже доложили. Просто молитесь святому человеку, думайте только о нем, и все вот эти все проблемы в вашей жизни будут исчезать. Они будут, сначала они исчезнут в мыслях. То есть женщина реально почувствует, что ей не замужем, и нормально. Не замужем, и нормально. И все, ей хорошо, она счастлива, и даже не замужем. И как только она становится счастливой, это значит, она карму победила. Как определить, что я карму победил? Смотрите, суд продолжается, а я испытываю счастье уже. Все, значит, суд ничего мне плохого не сделает. Все, понимаете? Я испытываю в сердце счастье, и мне спокойно стало. Значит, он мне ничего плохого не сделает. Женщина не замужем, но внутри стало хорошо, спокойно. Это значит, все решено уже. Вопрос только небольшого времени, когда поменяется судьба в этом плане. Почему же мы тревожимся, что нет ребенка? Потому что недостойно ребенка. Почему мы тревожимся, что не можем выйти замуж? Потому что недостойно выйти замуж. Когда человек становится достойным, он немедленно получает это. Или получает чуть попозже. Но все равно он не парится, потому что он чувствует, что все нормально. Поэтому только скупцы думают о своей судьбе. Все остальные живут полноценной счастливой жизнью. Означает поклонение святому человеку. Нет других вариантов. Поклонение с молитвой и слушание этой молитвы. Понимаете? Это просто надо почувствовать и понять, как это все происходит. Это удивительные вещи. То есть, когда в сердце твоем воцаряется твердая сила. Когда ты чувствуешь, что все преодолимо. Да ты чувствуешь, что нет проблем в жизни. Единственная проблема, что ты мало служишь святому человеку. Мало выполняешь его наставления. Мало думаешь о нем. Это одна проблема только твоей жизни. Поэтому и все проблемы существуют. Из-за того, что эта проблема есть. Да? Хорошо. Хорошо. Я вам дам совет. Слушайте лекции. Вы не можете сами молиться? Слушайте лекции. Есть четыре этапа этого пути. Если человек не может молиться, его душит судьба. Он должен слушать лекции того, кто может молиться. Я занимаюсь медициной. Почему? Вы хотите узнать, да? Я занимаюсь медициной, потому что я хочу построить общину. людей, которые будут заниматься духовной практикой. И эта община, то есть я как ее построить? Надо, чтобы люди работали, что-то делали там. И я могу научить людей лечить. Поэтому я занимаюсь медициной для того, чтобы научить людей жить в общине. И там заниматься вот какой-то деятельностью, которая бы дала вам возможность им иметь средства на жизнь. Потому что я их обучаю. Если они выучатся, я перестану лечить. А? Ну, когда они выучатся, я перестану лечить. Заниматься лечебной практикой. Перестану. Когда выучатся мои ученики. Вот смотрите, я ответил на этот вопрос. Вы поняли ответ, нет? А? Да. Вот поэтому я не хотел отвечать на этот вопрос. Потому что, если вопрос задаете, то надо его задавать в правильном настроении. Потому что, если вам отвечу, почему я сам так делаю, то не всегда все поймут. Вам надо заниматься духовно-медицинской практикой, а мне уже не надо. И это не я сам решил, а мой наставник. Человек должен все ближе и ближе к Богу в своей жизни быть. Это означает, что остальные практики постепенно оставляются в жизни. Но эта тема, которую я сейчас говорю, она недоступна для вас. Поэтому, пожалуйста, давайте перейдем на другую. Вы все равно не поймете, о чем я сейчас говорю, многие из вас. Зачем это обсуждать? Тема отречения, она недостижима. Эта тема сложнейшая. Вы не сможете ее сейчас понять. Поэтому не надо. Смысл? Я занимаюсь медициной, но я не получаю зарплату там, потому что мне это неинтересно. Уже давно, уже 20 лет я не думаю о деньгах в своей жизни. Всегда, когда нужны деньги, они появляются в моей жизни сами. Потому что я всегда живу для людей, заботюсь о них. И приходят средства. Так человек должен жить. И они приходят гораздо легче, чем тому, кто думает о деньгах. Потому что, когда человек думает о людях, заботится о них, то средства на него начинают сыпаться постепенно сами. Так устроен этот мир. А тот, кто думает о деньгах, он несчастен, и он не может с ними ничего сделать. Я вам приведу пример. Мой духовный учитель, он вообще не работает, никогда не работал. С 24 лет он принял отречение, стал монахом. И сейчас у него больше денег, чем у многих его учеников. И он на эти деньги строит храмы различные. И живет просто. У него две одежды всего. Несколько пар носков. И у него нет дома. И он постоянно ездит и говорит о Боге. Теперь у меня к вам вопрос. Если у вас были десятки тысяч долларов каждый месяц, вы бы так жили? А? Да? Вы уверены? Не похвальтесь. Тоже мы думаем, что мы будем президентами храмов. Ой, президентами страны. А потом, когда человек президентом становится, он становится таким же, как и все остальные президенты. Точно так же начинает воровать. Поэтому не надо, не нужно хвалиться перед своей судьбой. Поэтому Бог и дал деньги. Почему Он вам не дал? Потому что вы недостойны. Бог дал этому святому человеку деньги, потому что Он знает, что тот правильно их будет использовать. Как Он дает через учеников? Ученики просто хотят пожертвовать. Еще какие вопросы? Только по теме, пожалуйста. Вас немножко занесло. Да? Это бесполезно. Отчего? От воображения, от ума. Ум имеет свойство связываться с объектами. Иногда он их видит не так, как есть. Потому что, смотрите, если говорить об образе святого, то я вам сейчас объясню, что это такое. Образ святого не возникает от желания визуализировать его. Он всплывает от того, что человек хочет ему поклоняться, служить. И чем больше у него есть желание служить, тем больше он чувствует святость от этого человека. Понимаете? Возможность чувствовать святость – это великая награда, которую человек может получить в своей жизни в результате духовного труда. Поэтому ведь речь не идет об визуализации сейчас. Не представлять святого человека надо, а служить ему, хотеть быть полезным, выполнять его наставления. Когда человек в таком настроении находится, чем больше он так действует, тем больше чувствует он святого человека. И по факту сначала он его не увидит. И не увидит еще долго. Потому что увидеть, допустим, святого человека – это величайшая награда. Когда человек один раз святого человека увидел в своей жизни, ему уже больше ничего не надо в жизни. Все, он уже своего достиг. Он хотя бы маленькое чувство от святого человека, настоящее, она меняет полностью жизнь. Просто ощущение его святости небольшое, уже меняет жизнь. Не то, что его увидеть по-настоящему. А вот эта визуализация, экстрасенсорика – это все просто бредовики-затейники собираются и просто балуются. Понимаете? Они баловством занимаются просто. Мама увидела. Ну, хорошо, мама увидела. Духов мы можем видеть. Или маму, которая тело оставила. Это можем увидеть. Но увидеть святого человека и маму – это разные вещи, понимаете? Мама иногда приходит не потому, что я хотела ее увидеть, а потому, что ей что-то хочется сказать. Она сказала и больше не приходит. Это значит, что нам надо знать об этом, и все. Но это не то, что мы там заслужили маму увидеть. Даже маму мы не заслуживаем увидеть. Вы, если хотите понять, что значит видеть, у вас муж есть, а кто есть? Вот, вот, закройте глаза и попробуйте этого кто-то увидеть чисто и светло. Попробуйте, закройте глаза. В сердце в своем. Видите, нет? Видите, никакой визуализации у вас нет. Это просто бред. Потому что настоящая визуализация, она возникает сама, как награда. И человек получает ее в результате молитвы. Вот здесь в сердце настоящее видение возникает, как награда. Но я не призываю вас научиться видеть святого в своем сердце. Я призываю вас трудиться для этого. А видение придет само потом. А может быть и не придет, но вы будете выполнять его наставления. Мать Тереза один раз только не увидела, а услышала голос Бога. И он ей сказал, занимайся тем, что ты делаешь. Потому что ей очень надо было об этом знать. Потому что все, как бы, ее начальство было против. И она один раз только услышала голос Бога. Начала продолжать это делать. И больше он к ней не приходил. Понимаете, настоящие люди искренние, они довольствуются малым от Бога. А бредовики-затейники, они выдумывают, что они видят Иисуса Христа там, и там ангелов всех. Такие они очень умные. Понимаете, это признак. Это как прелести называется в православии. То есть это значит, человек очень неграмотный в духовной жизни. Он очень глупый и из себя очень много мнит. И он думает, что он очень много может достичь в жизни. И как бы, ну он по факту, по факту, он не может даже решить проблемы своей жизни простые. Он не может даже просто на работу там устроиться или не может вылечиться от болезни. Просто, понимаете, примитивно все. А мы себя мним. Вот это и есть как раз бездуховность. Потому что внутренняя жизнь дает человеку возможность увидеть свои грехи и понять, кто ты есть на самом деле. Гордиться нечем особо, понимаете? Нечем. Вспоминаются все поступки сразу, которые ты совершил. А когда не молишься, они вспоминаются. Вот, допустим, человек бросил близкого человека, ему даже трудно понять, что он бросил. Вот мне в записке написали здесь, я бросила мужа, в скобках, развелись. Вот это в скобках развелись имеет большое значение. Это значит, до конца не поняла, что бросила. Все равно не поняла. Хоть чуть-чуть поняла, но до конца не поняла. Это значит, надо лечиться уже. Не, я серьезно говорю, это не смешно, это не смешно. Надо лечиться. Иногда забиваются психические каналы, забиваются человекопсихические каналы, и у него сильно обостряется чувствительность, и контакт с духами увеличивается. Это значит, надо тонкие каналы чистить. Можете приехать к нам, мы почистим вам. Или поголодайте, или йогой позанимайтесь. Или сходите. Это может не всегда помогать просто молитва, здесь очищение нужно. Это часто механические вещи нужно какие-то делать, просто очистить организм. Если психика начинает страдать, это надо тонкое тело лечить. А это означает механика. То есть хатха-йогу делать, допустим, очистительное дыхание. Означает панча-карму сделать, или голодание. Это уже механические вещи, понимаете? То есть лечение — это механическая вещь. Молитва, она для других вещей предназначена. Она лечит судьбу, более глубокие вещи какие-то. Религии смешать невозможно. Так же, как любовь к двум мужчинам невозможно в своем сердце смешать. Понимаете? Можно по-настоящему полюбить только одного. Только одного по-настоящему. А увлечься можно дистерми сразу, нет проблем. Вот поэтому человек и не должен беспокоиться о том, что он увлекается, потому что он еще не знает, что такое вера. Он увлекается, допустим, несколькими религиями. Не надо беспокоиться по этому теме, потому что ваше сердце изучает просто. Оно просит, смотрит. Но когда вы поверите в Бога, у вас не будет этого вопроса. Вы поймите, человек поверить в Бога может в рамках очень глубоко только одной духовной традиции. И путь у него только в одном направлении будет идти. Но при этом он не будет считать, что другие традиции хуже. Если человек ознакомился с разными духовными традициями, более открытым путем пошел, то есть он все узнал, кто как Богу служит, а потом ему что-то одно привлекло его, он пошел этим путем, у него сердце сильно будет тянуться туда, а все остальное для него будет нормально. Что-то тоже бывает, но я не знаю там ничего. Ваш вопрос очень удивительный и очень сложный. Я вам отвечу так. Мой ответ может для вас ложным показаться, но он правильный. Человек не должен во время молитвы сильно обращать внимание на свои собственные чувства. Он должен изучать чувства тех, кто уже достиг совершенства. И именно этим чувством плакать по ним, по этим чувствам. То есть не надо увлекаться самостью во время молитвы. Надо просто следовать наставлениям и стараться от своего, вот что я молюсь, вот этого надо отойти. То есть цель такая, быть поближе к святому. И подальше от себя, и поближе к святому. И когда вы настоящее чувство от святости почувствуете, настоящее чувство, не эмоции разные, которые вы сейчас описываете, а настоящее чувство, у вас никогда даже мысли не возникнет об этом задать вопрос. Потому что когда вы настоящее почувствуете, человек, когда настоящее чувствует, он молчит. Я сейчас вам приведу пример. Допустим, девочка, допустим, влюбляется, влюбилась в мальчика, прибежает к маме. Мама, я влюбилась, мама, я влюбилась. Все ей рассказала. Она говорит, да, нормально, влюбилась, молодец, все. Вот. Дальше еще раз она влюбилась, прибегает. Мама, я влюбилась. Она говорит, да, нормально, молодец, влюбилась и хорошо. Вот. Потом она приходит и молчит. Но мама смотрит, девочка не спит по ночам. Она смотрит такая. И она молчит. Она говорит, ты что, влюбилась, дочка? Она молчит. Это значит, что она влюбилась. Но она не будет говорить об этом. Потому что когда человек по-настоящему в своей жизни что-то почувствовал, он не может об этом говорить. Это настолько сокровенная вещь, что рот не открывается. Но у него нет сомнений. В этом случае ему незачем спрашивать и незачем отвечать. Понимаете? Потому что все понятно. Понятно. Поэтому если у вас есть вопросы по поводу чувств, которые возникают, кто спрашивает, ага, у вас есть вопросы, значит ничего еще пока нет. Это просто очень внешнее все. Потому что когда появится чувство к святому, вопросов не будет уже. Еще вопросы какие? Отвлекайтесь от этого всего. Не обращайте на это внимания. Как один наставнику подбежал ученик и говорит, когда я думаю о Боге, когда молюсь, у меня слезы из глаз текут, волосы встают дыбом. Что это такое, учитель? Что это такое? Он посмотрел на него и говорит, не волнуйся, это скоро пройдет. Это значит, что это все просто детский сад. Да? Да. Но это не просто достижимо. То есть надо реально уже войти в веру какую-то, чтобы так делать. Молодец, молодец. Вы все. Да, очень правильно, очень правильно. Не нужно ни с кем разговаривать о своих внутренних чувствах сначала. Вы молитесь сама с собой, это внутренняя жизнь. А потом вы научитесь, поймете, с кем можно об этом говорить. Потому что если вы скажете это не тому человеку, даже близкому, он одним словом разрушит вашу веру. Вопросы веры это настолько интимные вопросы, что нельзя со всеми их обсуждать. Это означает, что у вас больше веры, чем у него, который на улице подходит. Знаете, кто нахуй на улицу подходит? Люди, которые на самом деле просто афанатели. Вот когда человек с духовностью чуть-чуть столкнулся в жизни, он внутрь еще ее не пропустил. А он чуть-чуть столкнулся только с ней. И это столкновение небольшое с духовностью вызывает у человека жуткое желание всем объяснить, что вот здесь правда. И он ходит и всем объясняет. Вот здесь правда. Да я понимаю, что у него глаза квадратные. Но он сам еще не знает эту правду. Она в него еще не зашла. Когда правда заходит в человека, он успокаивается и никому ничего не объясняет. Он понимает, что это бесполезное занятие, потому что правда каждому по-своему зайдет. Он же все понимает. Ему не хочется никому ничего доказывать, никого обращать в свою веру. Потому что это все делают люди незрелые. Знаете, что в качестве слова, когда я говорю, что вы не знаете, что у меня слышали, что он в отношении, и он не хочет быть туда. Потому что он был от полного. Во! Правильно! Так и есть. Когда человек молится и чистые, глубокие отношения устанавливает с Богом, ему стыдно об этом говорить. Это правильно, потому что это очень интимные, очень глубокие отношения. А вот это уже другое. Там в церкви как должно быть? Люди, близкие собираются. Они должны молить. Вот вы были в настоящей церкви, нет? Настоящие были? Настоящие? Я сейчас объясню вам, потому что я вас специально спросил об этом. Тот, кто был настоящий, тот знает. В настоящей церкви люди собираются, очень близкие, как семья. И они, когда молятся, у них очень близкие чувства совместные там. И когда человек приходит, допустим, гость туда, он в эту атмосферу близости тоже входит, и для него это чудо. А если это просто ритуал, люди собираются, поют, молятся, но у них нет близких отношений, то, знаете, это все как-то так очень примитивно выглядит. И непонятно, чем люди там занимаются. Поэтому, понимаете, настоящее совместное пение духовное, оно производится, хотя бы пять близких человек вместе будет петь, то пятьдесят вокруг будут чувствовать эту атмосферу семьи духовной. Понимаете, вот так это все происходит. Кто-то должен почувствовать атмосферу духовной семьи, и тогда вы увидите, что такое совместное пение. У вас сердце перевернется все насквозь. Вам так будет хорошо от этого. Я это испытал, когда я знакомился с православной верой, я поехал в Сергиев Посад и стоял на ночном бдении там, и испытал, что такое вот православное чувство веры. Я его испытал, насколько мог. Ну, то есть, поверхностно, конечно, очень. Но, по крайней мере, я это понял, что такое духовная семья. Я понял также, что это не моя вера, но я испытал это чувство там. Понимаете, я понял, что там есть семья и чистота, и что люди там настоящим делом занимаются. Вот это я там понял. Но мне хотелось найти свое, я нашел потом. Бог показал мне путь. Надо просто изучать. Люди часто не хотят ездить по святым местам. Они не хотят изучать. Им стыдно, лень, некогда. Они могут съездить на Майами, задницу погреть. Простите за выражение. А вот делом заняться тем, что нужно в жизни на самом деле, часто люди не делают этого. Это означает, что они попусту тратят свою жизнь. Просто и все. Почему после службы возникает внутри раздражение? Иногда, когда приходишь домой. Это значит, что вы провели время недостаточно глубоко и эффективно. Понимаете, это значит, что вам лучше не на общие службы ходить, а начать внутреннюю молитву один на один, чтобы вот это ощущение раздражения, то есть Бог недоволен тем, что вы делаете, не до конца удовлетворен. Оно преодолевается в очень близких отношениях с Богом через молитву святому человеку. А когда вы уже это внутреннее чистое сердце открыли, то вы приходите в храм и очень глубоко и чисто относитесь к тем людям, которые там молятся. Знаете, для чего человек в храм приходит? Для того, чтобы поклоняться тем, кто молится. Это истинная причина прихода в храм. Большинство людей не знают эту причину. Они все весь взгляд на алтарь и думают, что там находится правда. А правда находится в тех, кто молится. Если человек приходит в храм для того, чтобы поклоняться тем, кто молится, раздражение потом не припоет, потому что он не совершает оскорблений на тех, кто. Если ты пришел в храм и не заметил тех, кто в молитвенном настроении находится, а обратил очень много внимания на алтарь, значит, ты совершил оскорбление на Бога. Потому что Бог очень хочет, чтобы мы служили тем, кто молится. И для этого люди приходят в храм. Надо всем своим сердцем поклоняться тем людям, которые в храме находятся. И ты через них Бога лучше в тысячу раз почувствуешь, чем если сам будешь на алтарь смотреть. Поэтому не все готовы в храм ходить. Поэтому я говорю, сначала научитесь молитве, а потом уже будет храм. Не всегда человек сразу может там все понять. Он просто приходит, как на концерт и все. Да? А, тоже, чтобы они начинали молиться. Да? С какого возраста? А ни с какого. Лошадь можно подвезти к водоему, нагнуть, заставить пить ее нельзя. Молитва — это самая сокровенная вещь. И если вы ребенка заставите молиться, вы отобьете у него всю возможность заниматься духовной практикой. Он будет это делать просто как уроки учит и все. И это означает, что ему потом искоменно это, она ему очень сильно потом помешает развиваться. Не трогайте человека в его желании молиться. Дайте ему возможность самому созреть. Не парьте своих мужей, там, своих близких, чтобы они молились. Не трогайте их духовную жизнь. Пожалуйста, занимайтесь внутри себя смиренно, никого не касаясь. Придет время, все подключатся. Сами. Быстрее всего. Но если вы начнете их трогать, тогда вы отобьете в них на много лет желание. Это и есть оскорбление внутреннего чувства человека. Допустим, вот смотрите, вы встречаетесь с мужчиной, да? И он в вас начал влюбляться потихоньку. А вы, допустим, в него уже сильно влюбились, да? И вы ему говорите, вот я тебя очень сильно люблю, а ты меня очень сильно любишь или нет? Все, вы отшибли, у него любовь совсем. Он уже с вами встречаться потом не будет. Знаете почему? Потому что это вещь, куда нельзя вмешиваться. Просто вы любите и любите себе над здоровьем. Не трогайте его. Придет время, и он полюбит. И все само собой будет происходить. А если вы его немножко подтащите, то все будет разрушено. Так и с детьми тоже молите. Не трогайте никого. С мужем ни в коем случае не тяните его в веру. Никого нельзя тянуть в веру. Оставьте всех в покое. Придет люди, время, люди сами все это обретут. Это все происходит само собой. Это сладкий процесс. Нельзя из него делать что-то такое искусственное. Еще какие вопросы? Да, ваш. А мы спускаемся с неба на землю, да? Конечно, хорошо, да. Есть разные варианты. Вот смотрите. Допустим. Вот смотрите. Мужчина хороший. Максимально подходящего вы найдете к старости. Знаете почему? Потому что, когда вы уже старенькой станете, вы поймете, что вот любой метр с кепкой самый подходящий. Потому что больше никто на меня не смотрит. И вы тогда самого подходящего сразу все найдете. Понимаете, там какой момент очень важный. Вот вы смотрите, мужчина серьезный, да? Вот есть не серьезный мужчина, а есть серьезный. Понимаете различия, нет? Мужчина серьезный. Дальше. Видите, что он имеет серьезные намерения по отношению к вам. И вы его можете уважать в своем сердце. Все. Это значит, Бог вам дал мужа. У него серьезное намерение. Вы его можете уважать. И в принципе можете принять как мужа. У вас есть такая возможность. Все. Дальше не надо ничего искать. Это лицемерие будет искать еще что-то. Потому что вы просто роетесь в том, что называется милостью. Понимаете? То есть милость не дается 10 раз. Роетесь, значит вообще ничего не получите. Понимаете, да? Бог дал человека. Как это выглядит? Он серьезный, уважаемый. Чувства, может, к нему сильно не возникло. Это не надо смотреть. У женщины чувства со временем возникают. Потепенно. Чуть-чуть есть какое-то небольшое чувство. Он серьезный. И вы как бы чувствуете себя защищенно с ним. Но у него сильное чувство к вам. И он настроен очень ответственно. Говорит, будем жениться. У меня к тебе все время возрастающая ответственность. Она некончаемая. То есть все больше и больше с каждым днем. Значит, Бог его как бы к вам привел. Потому что само по себе у мужчины этого не возникает. У него само по себе возникает желание сексом женщины заниматься. Вот чувство, что замуж ее взять, это возникает под свидетелением Бога уже. Высшие силы вмешиваются сюда. И вы не удовлетворены ответом. Я знаю. Даже знаю почему. Знаете почему? Потому что у вас неправильная концепция счастья. Вот это большая проблема для многих людей, не только для вас. Вы думаете, счастье, это когда все на тарелочке валится и само приходит. Когда мужчина прямо идеальный и с ним всю жизнь будет жить хорошо. То есть у вас неправильное представление о том, что происходит на этой земле. Вы не туда попали. Вот это место, куда вы попали, вы приземлились сколько лет назад? Ну, неважно, да. Вот сколько вам лет, столько лет назад вы и приземлились. Вот, столько лет назад вы сюда приземлились, и вы приземлились, куда не поняли. Потому что здесь нет того, о чем вы мечтаете совсем. Это я вам заявляю авторитетно. Здесь этого нет. И даже не мечтайте так, не настраивайте, вы угробите свою жизнь. Я много женщин знаю, которые вообще не смогли выйти замуж из-за того, что они так думали. Здесь этого нет. Здесь есть только экзамены и испытания. И если вы нормальные условия для своих экзаменов находите, вот с этим человеком, который кучу недостатков имеет, но у него есть вот это вот ощущение у меня, что я с ним смогу жить, ой, я его уважаю, то есть чувствую, что могу уважать, он сильно любит меня и хочет взять замуж. Все, этого достаточно, чтобы согласиться. Может так случиться, что вы уже бабушкой вытянете. Я просто вас предупреждаю. Вы живете уже вместе, нет? Ну все нормально, значит. Все хорошо, значит, вы очень опытная. Вы поняли свою судьбу, как бы, и сделали ей подножку. К мысли, что, о, надо мужчину приводить к этой мысли. Вот вы теперь правильно, мысль оформлена, правильно. Надо мужчину приводить к этой мысли, что надо, и приводить очень незаметно причем, что меня надо взять замуж. Вот, вот, вот именно так надо и делать. Это отлично, супер. Это называется подцепить сачок. Я же объяснял, как рыбачить надо. Надо сначала закинуть 10 удочек, потом смотреть поклевку. Когда клюет большая рыба, она как клюет? Она думает, уууу, пошла. По плывку чувствуется, что большая рыба. Дальше ее надо тянуть незаметно очень, аккуратненько. Куда она плывет, туда и удочку вести. И подтягивать потихоньку. Когда она подплыла слишком быстро, уже близко, то есть сильно привязалась, надо ее сачком так оп! И она уже здесь. И сачком оп! Это как раз то, что вы говорите. Или сейчас, или никогда. И он. Сдаюсь. Оп! И все, и замужем. Подчиняется. Может ли женщина уважать такого мужчину? Может, если захочет. Если она молится Богу, она будет уважать мужчину, который ей подчиняется. А вы вот эту ситуацию описываете. Да нет, это забудьте. Эта ситуация совсем другая. Всегда женщина подчиняет мужчину, когда она выходит замуж. Это так устроено в этом мире, что мужчина ломается от любви. Он подчиняется. Поэтому он женится. Чего бы ему жениться-то зачем? Если бы он не ломался. Потом ситуация меняется. Понимаете? Когда они вместе живут, мужчина привыкает к женщине уже. Он не такой подчиненный. Но так как он ее взял замуж, он уже живет по закону с ней. Понимаете? Он не может ее бросить, потому что взял замуж. Все. Он дал слово уже. Все. Не может бросить. Женщина привязывается потом сильнее, мужчина меньше уже постепенно. Но отношения должны углубляться. Понимаете? Он не то, что он сломался совсем. Он не стал ничтожеством. Он просто временно ломается, потому что хочет взять замуж девушку. Такая ситуация. Вот это же как распознать? Очень просто. Надо совершать аскезы и не думать о женщинах вообще. И вообще не думать о женщинах. Просто совершать аскезы. Вообще не думать. Вот тогда ты сможешь распознать. Когда ты совершаешь аскезы, не думаешь о женщинах, работаешь над собой, и живешь вот этой сильной жизнью, такой возвышенной. В какой-то момент неожиданно. Вдруг, как в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Долго-долго спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Все узнал. Но до этого надо аскезы совершать. Потому что если у вас будет и Глажка, и Машка, и там, и много-много всяких, тогда вы не узнаете. Бог не даст вам такого знания. Надо отодвинуться от женщин и выполнять свой мужской долг. И когда придет время вас женить, Бог вам приведет такую, что она вам крышу свернет во два счета. Так, без всяких проблем. Напрягаться не будет. Одним взглядом. Да? Ах, хороший вопрос. Семья живет в достатке, и муж предлагает женщине снять с нее обязанности по хозяйству. Ну, то есть перестать ей готовить, стирать, убирать, да? Должна она соглашаться или нет? Смотрите, сейчас я вам объясню. Вы сами выберете. Надо соглашаться или нет? Смотрите. Кто мужчине готовит, тот близок к его сердцу. Кто стирает мужчине, тот его защищает. Одежда – это защита энергии. Кто очищает квартиру, чистота той женщины наполняет квартиру. ее настроение. Теперь, дом большой, да? Вы сама не справляетесь. Возьмите служанку, чтобы она делала какую-то подсобную работу. Допустим, она режет овощи, все там все режут, а вы готовите. Она, допустим, убирается где-то, а вы убираете спальню. Она, допустим, делает тот, но вы делаете главное. Она стирает, допустим, что-то, но личное белье, как бы мужу, вы стираете, а не она. И как бы вы, когда распределяете правильно, вы тоже служите мужу, но при этом она помогает просто. Но лучше всего, чтобы она приходила, когда мужа нет дома. Если он увидит, как она заботится в доме, все делает, то его сердце туда пойдет обязательно. О, тоже хорошее решение. Постарше, да. Чтоб костями гремело, тогда как бы нормально. Еще какие вопросы у нас? Беседа такая принимает уже, да, Ваша? О записочке, да, записочки. Я забыл. Уже пора, да? Пора. Ну, давай, последний вопрос. Вот молодой человек, такой хороший, я не могу ему отказать. Корривийской? Опять у вас такой же вопрос, да? Ответ точно такой же, как в прошлый раз. Надо повернуть зеркало в другую сторону сначала. Надо забыть, что здесь жена карьеристка, надо подумать о том, что я вообще абсолютно вот не хочу развиваться в жизни. Вот вообще не хочу. И поэтому мне Бог жену карьеристку дал, как наказание. Все. Когда я начинаю развиваться, деятельностью заниматься, жена успокаивается. Ничего с женой делать не надо, надо с собой делать. Вот смотрите, я вам сказал сейчас, да, в конце лекции, сказал несколько моментов ключевых, которые все равно вы не сможете соблюдать. Но я все равно скажу на всякий случай. Первое. Ничего с близким человеком делать не надо, надо делать только с собой. И все равно, когда вы придете домой, вы не сможете ничего делать с собой, а будете делать с близким человеком. Будете получать по шапке в результате. Будете создавать конфликтные ситуации и будете мучиться. Почему с собой невозможно ничего сделать? Потому что это возможно только, когда человек стал сильным во внутренней жизни. Это не дешевая вещь, менять себя. Там молитва нужна, сильная вера и так далее. Все равно вы будете скатываться на то, что будете мучить близких, желая поменять свою жизнь. И это бесполезное дело, потому что чем больше мы мучаем близких, тем они больше крысеют, понимаете, звереют. Потому что через них Бог гневаться начинает. Он тебя наказал, ты не принимаешь судьбу, он больше тебя наказал, не принимаешь, больше наказал до тех пор, пока ты не сдашься. Первое. Я сказал, что придется думать о том, как поменять близкого человека, потому что нет внутренней жизни. Мы слабые, потому что. Следующее. Я вам сказал, что все решает духовная практика, но вы будете решать все внешними способами, бегать, консультации получать, пытаться все уладить. И будете из-за этого жутко страдать, потому что ничего не будет улаживаться. Третье, что я вам хочу сказать. Вы будете пытаться жизнь свою улучшить с помощью поступков. Например, найти получше работу, найти получше лечение, найти получше мужа и так далее. И все это будет приводить опять к краху. Почему? Потому что ничего в жизни искусственно улучшить невозможно. И когда человек уже полностью как бы он замучился уже, тогда он начинает жить правильно. И второй вариант с помощью разума. Когда человек просто поверил старшему, ему для этого не надо замучиться. Он просто идет и делает так, как надо, потому что он верит. Вот поэтому в этой жизни есть два пути. Один путь — это путь проблем, а другой — это путь веры. Выберите путь веры. Для того, чтобы выбрать, надо слушать, слушать, слушать и слушать, чтобы она проникла в сердце. Плакать по вере надо. Плакать. Вот на этом как бы я хочу закончить. Я выбрал такой путь в своей жизни. Мне непросто было выбрать. Я выбрал. Мне до сих пор хочется делать что-то свое. Я получаю за это по шапке периодически. Но уже знаю, что есть за что. По крайней мере, уже пришло знание. Спасибо вам за то, что вы здесь. Я читаю на самом деле. Знаете, у меня есть одна реализация. Это перед тем, как мы закончим лекцию, начнем желать счастья. Одну вещь вам скажу. Откуда все эти слова, которые я говорю каждый раз. Я в молитве увидел, что самая большая благодарность Бога, которую как бы Он дал ко мне, это то, что мне есть для кого жить. Я это не ценил никогда в своей жизни. Я всегда думал, что я такой классный лектор, и ко мне поэтому приходят люди послушать лекции. но однажды я понял, что все эти люди приходят, потому что кто-то их приводит. Я это реально понял. И понял, что Он их приводит только потому, что Он снисходителен ко мне. Он просто хочет, чтобы я прожил свою жизнь не зря. И так как вы приведены этой Личностью Господом на эту лекцию, я вам за это очень сильно признателен. Но не все могут это понять, что признательность такая бывает. Я на самом деле чувствую очень большую благодарность за то, что вы поучаствовали в моей судьбе, потому что если бы вас не было, я бы читал лекции стенам. Очень приятное ощущение. Так, сядем прямо. перед тем, как желать всем счастья, хочу попросить прощения, если я кого-то ненароком обидел. Может, девушку обидел, которая сзади вот спросила о замужестве. извиняюсь, если что не так сказал. Ну, я сейчас не помню всех, кого я обидел за эту лекцию. На всякий случай как бы прошу прощения, потому что я не хотел, я хотел служить, заботиться. Часто бывает это делается неправильно. мысленно кланяемся святому человеку, плачем по нему, желаем почувствовать, желаем служить ему, быть полезны и желаем понять его святость. желаем всем счастья, потому что главное служение святому заключается в том, чтобы дать ему свое желание, свое желание, свое хотение, по моему хотению, дать ему делать то, что он всегда делает. Он хочет сделать всех счастливыми, у него единственное желание. Поэтому я желаю всем счастья от его имени, потому что я сам не могу желать всем счастья, это просто лицемерие, а он на самом деле может. Я от его имени желаю всем счастья. Так надо настраиваться. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, духовного знания, любви, всего самого светлого и наилучшего. Пускай все у вас получится. Я очень благодарен вам за то, что вы приходили на эти лекции и были здесь с нами все это время. Простите еще раз, если я что-то сказал. Вам больно, не так? Спасибо вам за все. АПЛОДИСМЕНТЫ Я можно, да, раздам цветочки? Немножко еще поиспытываю счастье. Мы от имени нашей организации «Радуга 2005» и я думаю, что от имени всех слушателей сердечно благодарим Олега Геннадьевича за те знания, с которыми он поделился с нами. Это действительно сокровенное знание. И, к сожалению, мы не знаем время следующего визита к нам в Ригу. Мы будем прикладывать все от нас зависящее, чтобы следующая программа, которая должна быть как продолжение этого семинара, состоялась хотя бы в начале следующего года, потому что в этом году нам сказали, что нет никаких шансов приезда в Ригу. И поэтому, пожалуйста, если вас интересуют аспекты ведического знания, если мы можем тоже быть вам полезными, у нас есть интернет-сайт, это радуга2005.lv. Вы можете там подписаться на рассылку и будете получать информацию о том, какие программы у нас происходят. И сердечное вам спасибо за ваш интерес к знаниям. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ В.Сувney АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Спасибо.